Приветствую. Здравствуйте. Меня зовут Артем, я доничанин из Киева. Как вас зовут? Откуда вы? Меня зовут Николай, я из Липецка, Россия. О чем здесь разговариваете, Николай? О погоде, рыбках, птичках. Не, ну я... О погоде, рыбках, птичках не интересно. Я разговариваю обычно об отношениях стран, моей собеседника. Иногда зацепляем экономику, если человек разбирается, либо же профанную взгляд на историю. Поговорим? О истории? Ну, я только сразу предупреждаю, я профан в этом деле. Некоторые моменты знаю. И что вас интересует в истории? Вы из Украины, да? Да, из Украины. Ну, по идее. Поэтому я вот иногда, по-моему, это я начинаю спрашивать, они мне больше всего натаскивают, что территория Новороссии. Она... Она когда появилась вообще? Это... Это... Нет такого понятия Новороссии. Нет такого понятия. Во время империи была Новороссийская губерния, но не Новороссия. Это просто губерния, это типа область. Но это не Новороссия. И Российская империя делила, как хотела. Это не значит, что это какая-то страна. Есть страна Украина. Есть страна вашего государства, Российская Федерация. Потому что как страна вы еще... Ну, у вас есть титульная нация типа русские, да? Но у них своей страны нет. Своей территории. Да, своей территории нет. У вас есть государство, вы являетесь имперским народом, да? Который типа образует это все. Но фактически из-за того, что у вас нет страны, вы и как политический народ, вы еще не образовались. Как этнос вы есть, а вот как политическая нация вы... Ну, нет у вас. Понятно, понятно. Территорий нет. Почему? Я для этого тоже, да, для мысли своей. Думаю, вот территория России, да, вот мы считаем ее... А вот даже взять по большому счету... Вот за Москвой, да? За Москвой опять. Там, вот население, понимаешь, тут население? Республики... Ну, очень много республик вокруг Москвы даже. Ну, Мордовия, этот, как его... Мордовия, этот, народ... Господи, Эрзя, Мокша, вот это все. Это ж народы, которые потом славянизировали и сделали из них русских. Ну, это нормально, это бывает такое, в истории такое бывает. Ну, понятно. Я про это в истории. Я просто иногда... Вот... Недокреприю одну... Территорию... Украины... Ну, есть, так сказать. Территория, да, вот русские, вот это, да, центральные нации, да, против российских генераций. А территорию, как таково, в том, что я не вижу, да. Вы же взяли территорию вот этой... Изначально, да, Руси, допустим, от Киевской, Руси, да. Ну, а вы не имеете отношения к ней. Украина. Украина почему-то, потому что это была Россия. Украина... Я могу объяснить, почему Украина появилась. Вы говорите так, почему-то. Потому что там жили наши предки. И они раньше назывались русинами. Их называли русы, русины. Их называли... Еще там некоторые названия были. Потом, когда... Ну, у нас еще было... Еще одно название, тоже внутреннее наше название, украинцы. Нас и черкасами называли, и украинцами называли, и русинами называли. Частично даже с литвинами у нас связь была. Хотя литвины это больше белорусы и литовцы. Но, опять же, нас так же тоже называли. Там, ближе туда вот. Вот, часть наших народов. И получилось просто-напросто, что... Потом, когда в средние веки... В поздней средневековье, когда начали уже разделяться, да. И нас постоянно пытались... Малорусы, да. Вот эта идея. Белорусы, Малорусы, Великорусы. Почему? Потому что это имперская идея, а три единственных... Одного народа. Типа, что... Это вот белорусы, Малорусы и... Великорусы, это, мол, типа, один народ. Хотя, это все взято с кальки греков. У них есть Малая Эллада. Это сама по себе Греция. И была Большая Греция. Это вот Великая Эллада. Это те территории, которые были зависимы. И если взять просто вот эту греческую кальку и правильно ее применить, то вы были зависимыми территориями от нас. Потому что, вот, Малая Россия, Русь, да. Ну, только не Россия, а Русь, понимаете. Это историческая земля, на которой была Русь. А все остальные земли, это были зависимые. Так же, как Британская империя. Индия же не является Британией исконной. Она была просто колонией. Да, она была зависима от нее, но она была колонией. И сейчас это Индия независимое государство. А вот россияне просто постоянно путают вот эту греческую кальку, постоянно тягают. Потому что Русь по-гречески, это Россия, да. Русия, Русия. И вот вы пытаетесь вот это вот натянуть на себя, хотя вы не имеете отношения. Русь сама по себе, в историческом плане, это было три области, три княжества. Это Киевская, Переяславская и Черниговская. Московия появилась намного позже. После развала Руси у вас московское княжество стало там московским царством, потом и все остальное. Но вы зародились не вот у нас на Поднепровье, а вы зародились на территории бывшей, ой как это, между речи о Киев-Волге. Вот там ваши корни. Но тогда просто вот этот миф о тысячелетии русской культуры, о тысячелетии русской государственности пропадает. Потому что между речи о Киев-Волге туда славяне пришли позже. Это понятно, понятно. Понимаете, в Советском Союзе ту историю преподавали, это крыш. Киевская Русь, правильно? Это искусственное название, государство не называлось Киевская Русь. Это название, придуманное историками, если не ошибаюсь, то ли в 19-м веке, то ли в 18-м, кажется в 19-м. Это кабинетное название, сказали, ну вот, так как здесь центр Киев, да, и вроде бы как она была Русью, да, и то неизвестно, Русь это или нет. Новгородская Русь, да? Нет, не существовало Новгородской Руси, не было никакой Переяслова, это, Новгородской Руси, Владимирской Руси нету такого. В истории нет таких данных, в источниках. Только вы не рассказывайте мне сейчас за эту, за Ладову, что я ржать начну уже сейчас просто. Потому что те данные, которые археологи на Ладоге этой нашли, они показывают, что там был просто пересылочный пункт, и это он был намного позже появился, чем сам Киев. Потому что Киеву полторы тысячи лет. Вам историков надо почитать, вот есть, есть, есть питерские историки, есть четыре питерских историка, которые сделали историю Украины для, для вас. Но вы же ее не хотите читать. Не, они, это историки, доктора исторических наук. Это доктора. Да, понятно, есть же история, вот Советский Союз, Советский Союз. Советский Союз там переврал все. Он ее начал уже трактовать по-другому. Ну, потому что Советский Союз трактовал, что советская власть шикарная, молодая, прогрессивная, и вот она всех, всех спасает. Историков. Историков. Профессиональных историков. Вот профессиональные историки, питерские профессиональные историки вам написали, история Руси. Они ее написали популярно, да, и вот они, там, четыре доктора наук. Они, если не ошибаюсь, для студентов-историков написали. Но вам ее не рассказывают. Почему? Потому что тогда, я же говорю, рушится вот этот миф тысячелетней истории российского государства. Потому что тысячелетней истории нет. Это понятно. Но все равно каждый государство в мире. Она все равно их переписывала. Подождите, я же вам говорю, я же говорю не за украинских историков, я вам говорю за российских историков. Но почему-то то, что российские историки написали, совпадает с тем, что пишут наши историки. Вот эти российские историки написали. И почему их сейчас потихонечку вытравливают с территории России? Потому что неудобная правда. Потому что они основываются на документах, они основываются на фактах. А не на том, что Мединский вам написал. Потому что то, что Мединский написал, я почитал этот учебник. Там трешняк полнейший. Ну этот ваш, он же у вас как-то... Подождите, есть источники. На основании источников историки, критически относясь к источникам этим. Они исследуют эти источники и смотрят. Вот этому можно доверять. Потому что в перекрестных документах европейских, арабских, скандинавских есть такие упоминания. То есть можно сказать, что вот это действие действительно было. Вот оно было так. А есть то, что мифы. Вот эта вот Куликовская битва, это миф. Потому что подтвердить не могут. Найти где оно было, не могут. Вот. И там еще огромное количество. Вот Александр Невский, вот этот, который там защитник Руси был. Он фактически был ставленником Золотой Орды. Он был на поклоне Золотой Орды. И он был просто-напросто рэкетиром, который обирал вот эти земли. Он не был защитником веры. Ясно. Развил кого-то и взял вот это. Нет, это маячная уже пошла.